Больше всего долгов по зарплатам накопилось в Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске и Мостовском районе. И, как правило, это предприятия банкроты. И здесь, отметил глава региона, необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить таких ситуаций. Люди должны получить заработанные деньги. Принимать меры, когда уже возникла огромная задолженность по зарплате перед работниками, коллеги, где-то уже поздно. Поздно по двум причинам. Первая, потому что уже и на самом деле предприятие на боку порой лежит. Это раз. И уже банкротство стучится в дверь. Или второй момент, когда недобросовестный хозяин или руководитель предприятия. Мы не должны ему способствовать своим бездействием, увести имущество, которое в случае чего мы можем продать. И на вырученные деньги, естественно, погасить долги, в том числе и в первую очередь зарплату, работник. И реагировать еще, с почерпкой, не тогда, когда уже зарплата прекратилась. Мы должны действовать оперативно все вместе. И вы должны точно в срок и каждый день мониторить ситуацию. И правоохранительные органы. За текущий год мы провели более 500 проверок по вопросу оплаты труда. Прямо скажем, что вот меры принимаются административного характера очень серьезные. Если говорить за истекший период, то наложено почти 10 миллионов штрафов. Большую часть из них взыскали. Вопросы задолженности по зарплатам на особом контроле у властей региона. Каждый месяц формируется реестр предприятий должников. А в Минэконом-крае открыта горячая линия, куда люди обращаются, когда нарушаются их трудовые права. Благодаря этой работе только в этом году задолженность по зарплатам удалось сократить на 430 миллионов рублей. Продолжение следует...